Продолжение следует... Противники прямых выборов. Значит, это я импровизирую, да, может я, так сказать, просплюсь и у меня будет другая, как бы, ну, более взвешенная позиция. Значит, сейчас надо идти полным ходом к формированию каких-то альтернативных центров легитимности. Например? Ну, формировать какую-то, так сказать, реальную гражданскую легитимность, раз мы видим, что есть разрыв, так сказать, вот между теми людьми, которые якобы должны представлять наши интересы и реальным выражением наших интересов. Его и правительство, там, гражданская палата, теневый парламент, не знаю, то есть, что такое. И, так сказать, в рамках этой структуры уже просто навязывать свою повестку. Плюс конкретные юридические действия, это, так сказать, расстановка точек над «и», ну, вот с той процедурой, которая сегодня была, так сказать, в условиях, когда голосовались поправки, которые, так сказать, ну, нигде не публиковались, никому не раздавались и так далее. Не, ну, она же рекомендательная, нам какая разница? Она рекомендательная. Дума не обязана прислушиваться к этим рекомендациям, так сказать, итог голосования Думы 28-го может быть каким угодно. В этой связи, мы еще обсудим это с коллегами по комитету, но в этой связи понятно, что, наверное, мы предпримем необходимые действия для того, чтобы 28-го Дума не голосовала по поправкам в устав, потому что мы добьемся признания слушаний несостоящимся, наверное. Ну, или хотя бы состоящимся, но 50% против. Более 50% против, да, с такими результатами. Слушайте, надо думать, надо думать, что... Обратитесь к горожанам. Скажите им что-то такое, чтобы им... Ну... 28-й впереди, кстати. Да. Я не буду сейчас там звать на митинги и там говорить, что там давайте их там всех сметем и поднимем на вилы, хотя иногда очень хотелось по ходу дня. Давайте просто зафиксируем, что Екатеринбург – это великий город, не такой, как все. Город, которым каждый из нас может гордиться. Мы... Мы победили. Мы должны сейчас все вместе подумать о том, как эту нашу победу защитить. У меня нет готовых рецептов. Давайте... Вот сегодня была победа здравого смысла. Давайте его проявлять дальше, и у нас все получится. Спасибо. Субтитры сделал DimaTorzok